Библейский институт Жить уже действительно не одно десятилетие Жить и взращивать новых служителей на Ниве Божьей Кроме того, мы в институте с женой познакомились И два года мы там шли совместно к браку И уже после выпуска Бог создал новую семью Еще один бонус Также я после института Бог благословил Я дальше пошел учиться Ирпенскую семинарию 4 года Сейчас в семинарии благодати на магистратуре уже учусь Пока первый курс нет, уже второй Ну не важно Еще год учиться Так вот, к чему говорю Библейский институт До сих пор несет огромнейшую пользу для моей учебы Я постоянно обращаюсь к этим конспектам При подготовке проповедей При написании письменных работ То есть вы ничего не потеряете Те, кто не учились, поступайте Не теряйте этой возможности А те, кто отучились, знают, о чем я говорю Я уверен, скажут аминь Да и согласны Итак, Слово Божье Я хочу кратко призвать имя Господа Давайте встанем на ноги В двух словах помолюсь перед проповедью Святой и праведный Бог, наш Господь и наш Спаситель Боже, Ты дал нам этот чудный инструмент Для, Господи, инструмент благодати Слово Твое, живое и действенное Инструмент для нашего спасения Для нашего духовного роста, Господь И прошу Тебя, Ты, это Слово Твое Применяй Духом Твоим Святым К нашим сердцам Преображай нас в образ Христов Чтобы в этом прославился именно Ты Наш Бог и Отец и Сын и Дух Святой Аминь Благодать Вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа Вы уже увидели, что сегодняшней темой будет Наше положение в Иисусе Христе Мы во Христе Это есть библейское, богоцентричное мировоззрение С момента грехопадения Когда человек отступил от Бога Одним из главных постулатов человека Является претензия на то, что человек сам по себе Обладает независимой ценностью Значимостью в этом мире Что человек центр Вселенной Систему ценностей и мировоззрения безбожного человека Можно описать всего лишь одной фразой Человек в центре Или одним словом Человека центризм Человек, его счастье, благополучие Его комфорт считаются наивысшей ценностью во Вселенной И, к сожалению, не только безбожный мир Но и многие христиане так живут Хотя исповедуют Иисуса Христа Своим Господом, Спасителем Своим Царем и Богом Но, тем не менее, живут так Как будто бы именно человек Центр или пуп земли Такое христианство называется Человекоцентричным Ясно, что сегодня мы будем проповедовать Не о таком христианстве Благодарение Господу Что такому мировоззрению есть альтернатива Есть альтернатива И это библейское мировоззрение Которое можно назвать Богоцентризм Или богоцентричное богословие Богоцентричное мировоззрение Где в центре является Бог Этот термин говорит сам за себя Указывая на то, что Бог является Центром и смыслом мировоззрения Я хочу прочитать цитату Алексея Коломийцева О богоцентризме Богоцентризм это признание того Что Бог является онтологическим И смысловым центром всего существующего Это значит, во-первых, что Бог является единственной причиной Единственной причиной всего существующего Все, что существует, существует Потому что этого хочет или допускает Бог Во-вторых, это означает, что Бог является целью и смыслом Всего существующего Все, что есть, существует для Бога И именно Бог, именно Господь определяет смысл и предназначение всего. Это вкратце, что такое богоцентричное, богословие или богоцентричное мировоззрение. Давайте узнаем, что говорит именно Бог о том, какое же мировоззрение является истинным. Господь говорит нам где? Со страниц Священного Писания. Потому правильный ответ на все наши вопросы жизни, веры и практики мы можем получить только исключительно из Слова Божьего. Откройте, пожалуйста, первое послание Коринфянам, первую главу. Мы сегодня будем изучать отрывок отсюда, из этой книги. Первая Коринфянам, первая глава. И Бог показывает в этой главе глупость и слабость нынешнего безбожного состояния человечества или нынешней мировой системы, в которой главной ценностью является человек. В первой главе, в 18 стихе мы читаем, что слово о кресте для погибающих юродство есть. В 21 стихе читаем, мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей. А в 25 стихе говорит, что немудрое Божье премудрее человеков. Здесь мы видим явный контраст между глупостью людей, которую они, к сожалению, считают мудростью, и между мудростью Бога, которую люди, к сожалению, считают глупостью. Давайте прочитаем 30 и 31 стихи, именно на них мы сегодня сосредоточимся. Первое послание Коринфянам, первая глава, 30 и 31 стихи. От Него, то есть от Бога, от Отца, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. И на основании прочитанного текста я хочу посмотреть с вами на три факта о положении верующего во Христе, которые разъясняют богоцентричное мировоззрение и либо же доказывают истинность богоцентричного мировоззрения. Три факта о положении верующего во Христе. Это мы во Христе действуем Бога или от Господа, мы во Христе имеем все от Бога или имеем все в Господе, и мы во Христе для славы Бога или мы для Господа. Для начала нужно уточнить значение фразы «во Христе». Она означает «в» или «окруженный», то есть в атмосфере. Например, как рыба в воде, или птица в небе, в воздухе, или корни дерева в земле. Когда Библия говорит, что мы во Христе, это означает, что мы живем в сфере Христа. Или, так сказать, в атмосфере Христа. Другими словами, Иисус Христос – это сфера, в которой верующие обретают новую жизнь, все свои интересы, действия и вообще смысл жизни. Новое существование верующего ограничено и заключено полностью во Христе. Джеймс Монтгомери Бойс пишет, что фразы «во Христе» или «в нем», то есть «во Христе Иисусе», встречаются 164 раза во всех писаниях апостола Павла. Эти фразы означают больше, чем просто веру в Христа или спасение через его искупление. И понимаем ли мы это или нет, но союз со Христом в определенном смысле является вообще самой сутью нашего спасения. Союз со Христом – это суть спасения. Без Христа наше положение абсолютно безнадежно. А в нем, во Христе, наше состояние безгранично великолепно. Итак, что же отличает христианина от всех остальных людей? Христианин живет во Христе. Мы живем, движемся и пребываем в нем. Мы есть во Христе Иисусе. Давайте вернемся к нашему тексту и посмотрим, может ли христианин на самом деле претендовать сам по себе или вне Христа, что он обладает независимой ценностью и значимостью в этом мире. Читаем 30 стих, первую половину. От него, по контексту мы видим, что от Бога Отца. От него и вы во Христе Иисусе. Мы во Христе действием Бога. Мы во Христе от Господа, не сами собой. Истинный христианин в самом себе имеет одно качественное отличие от всех остальных неверующих людей. Какое это отличие? Это чудо возрождения. Это новая природа. Мы рождены из духовно мертвого состояния. Мы живые для Бога. Ефесянам 2 глава 1 и 5 стихи говорят, что Бог нас, мертвых по преступлениям и грехам, оживотворился Христом. А второе послание Коринфянам 5 глава 17 стих говорит, что кто во Христе, тот новое творение. Мы есть во Христе Иисусе. Мы духовно живы для Бога. Мы имеем личные, близкие взаимоотношения с живым Богом во Христе Иисусе. И это чудесное возрождение произвели в себе не мы сами, не своими потугами. Мы ничего не могли дать для своего рождения. Возрождение произвел в нас всемогущий Бог. Послание Иакова 1 глава 18 стих говорит, что «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». И давайте вспомним историю из Евангелия Иоанна 11 главы о Лазаре, который был другом Иисуса Христа нашего Господа и Спасителя, был братом Марфы и Марии, двух известных сестер. И он умер. Мы помним, что он умер, четыре дня пробыл в гробе. И ни один здравомыслящий человек, абсолютно ни один нормальный человек здоровый, в тот момент не сказал бы, что Лазарь может выйти из могилы живым, здоровым, абсолютно нормальным. Никто не претендовал на то, что имеет власть или силу своими силами оживить этого мертвого и вывести его живым из могилы. Только Господь Иисус Христос, истинный Бог, который стал истинным человеком, Он мог полноправно заявить сестре умершего, что Я – воскресение и жизнь. И наш Спаситель, Господь Иисус, явил Свою божественную власть над жизнью и над смертью, воскресив Лазаря. Он сказал мертвому, Лазарь, выйди вон. Из продолжения этой евангельской истории мы знаем, что Лазарь был жив и принес много радости. В своей семье и друзьям Лазарь вышел из гроба живым. Человек сам по себе не может родить себя физическим рождением, так же, как и умерший физической смертью сам себя не может воскресить. Не способен оживить себя из мертвых. Слово Божие неоднократно называет человека мертвым из-за греха, то есть духовно мертвым. Ефесянам 2 глава 1 стих говорит, что «Вас мертвых по преступлениям и грехам вашим». Итак, как физически мертвый, так и духовно мертвый не может себя оживить из мертвых или как-то посодействовать своему воскресению. То есть что-либо добавить к этому воскресению из мертвых мертвый не способен. Следовательно, христианин не имеет права, никто не имеет права претендовать на то, что он сам, себе, сам по себе обладает независимой силой, ценностью, значимостью, что он что-либо добавил к своему спасению. Истинная ценность христианина – его возрождение из мертвых. Наше положение во Христе Иисусе – это не заслуга христианина, это суверенное, независимое действие всемогущего Бога. И в Ефесянам 2 глава 4-5 стихи говорят, что Бог, именно Бог, нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. И слава Господу за то, что мы живы и мы имеем эти отношения с живым Богом. И пусть теперь никто не присваивает себе того, что принадлежит Господу, потому что спасение от Бога. Аминь. Слава Иисусу. И пусть никто из нас этого не присваивает. Итак, мы увидели, что в вопросе возрождения или рождения свыше нет места человекоцентричному мировоззрению и богословию. Теперь мы точно знаем, что не человек в центре. Мы во Христе действуем Бога. Дальше предлагаю посмотреть, что мы имеем или что мы получили в положении во Христе Иисусе. И мы во Христе, не побоюсь сказать, имеем все, абсолютно все, что нам необходимо, мы имеем от Бога или в Господе. Давайте прочитаем 30 стих полностью. «От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас, премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Может ли человек сам по себе предоставить Богу что-нибудь хорошее, что-нибудь доброе? Нет. Человек сам может принести Богу только грех. И все. Способен ли христианин сам себе самостоятельно генерировать или производить духовное добро? Ответ однозначный. Нет. Сам человек не способен производить духовное добро. Слово Божие говорит, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Святого. Послание Якова, 1 глава, 17 стих. Все, абсолютно все доброе, что в нас есть, оно не наше. Все доброе, все духовное благо в нас генерирует или производит Бог. В этом 30 стихе мы видим 5 благословений христианина, которые он получил во Христе. В целом, вообще, эти 5 благословений – это вторая отдельная проповедь. Сейчас формат проповеди не позволяет полностью раскрыть их. Мы кратко остановимся на каждом из этих благословений. Но если Бог позволит, и если церковь не будет против, когда мы приедем к вам в следующий раз в гости, то, возможно, мы более подробно говорим уже именно об этом втором пункте. Но сейчас кратко. Кто учился в институте, это будет просто кратким повторением. Кто не учился, рекомендую, идите и учитесь. Итак, первое благословение христианина во Христе – это новая природа. Возрождение из духовно-мертвого состояния. И о чуде рождения свыше мы говорили подробно в первой части проповеди. Поэтому я подведу всего лишь краткий итог. Рождение свыше – это сверхъестественное действие Святого Духа, посредством которого верующим удаются новое сердце и божественная жизнь. Второе благословение христианина во Христе – это мудрость. Мудрость кратко означает способность принимать правильные решения. Правильные, в частности, богоугодные решения в разных ситуациях жизни. И наша мудрость, на самом деле, это не наша мудрость. Мы читаем, что вся наша мудрость во Христе. Первое послание Коринфянам, первая же глава, в 21 стихе мы читаем, что мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией. А в 24 стихе, что Христос – это Божья сила и Божья премудрость. Послание к Колоссянам, 2 глава, 3 стихе говорит, что во Христе сокрыты все сокровища мудрости и знания. Вся наша мудрость во Христе. Вне Христа мудрости нет. И мы имеем эту мудрость. Вот она. Мы имеем эту мудрость Божию, имеем ее в Слове Божьем, живом и действенном. И мы можем и обязаны к ней обращаться во всех вопросах веры и практики. Праведность – это третье благословение христианина во Христе. Праведность – это правильное положение перед Богом, если быть кратким. Правильное положение перед Богом. И наша праведность – это не наша праведность. Во Христе вся наша праведность. Римлянам 4,25 говорит, что Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. А второе послание Коринфянам 5 глава 21 стих говорит, что не знавшего греха, то есть Иисуса Христа, Отец сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем, во Христе, сделались праведными перед Богом. Четвертое благословение христианина во Христе это святость. Святость кратко означает принадлежность Богу. Это отделение от греха и принадлежность Богу. Мы Божьи, мы не свои, мы куплены дорогою ценой, ценой крови Господа Иисуса Христа. Мы Его и жить должны так, как Его, а не так, как сами свои. Итак, святость это не наша святость, во Христе вся наша святость. Ефесянам 5.25.26 говорит, что Христос возлюбил церковь, то есть нас, и предал себя за нее, чтобы освятить ее. И Колоссянам 1.22 говорит, что Бог примирил нас с Собою смертью Иисуса Христа, чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными перед Собою. И пятое благословение христианинам о Христе это искупление. Искупление от рабства, от рабства греха и смерти. И не мы себя искупили. Нам нечего было заплатить за наш грех. Во Христе наше искупление. Первое послание Петра, 1 глава 18-19 стихи написано. Искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. А Колоссянам 1.14 говорит, что во Христе мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Здесь я хочу прочитать цитату из вероучения. Искупление – это полная и достаточная плата святому Богу за грехи людей, которую совершил Иисус Христос через пролитие своей драгоценной крови на Христе, чтобы удовлетворить праведный Божий гнев и даровать прощение грехов и вечную жизнь. Исследуемый текст Писания, 1 послание Коринфянам, 1 глава 30 стих, прямо провозглашает, что все наши духовные заслуги – мудрость, праведность, святость, свобода от рабства греха и все остальные – это не наши заслуги. Все духовное добро, которое имеет в себе христианин, он получил от Бога во Христе. Поэтому человекоцентричному богословию нет места в библейском, христианском мировоззрении. 1 послание Коринфянам, 4 глава 7 стих говорит, кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил. То есть, что есть у нас с вами, что не является подарком Божьим? Да ничего. А если получил, то что ты хвалишься, как будто бы не получал? Да, мы часто хвалимся тем, что нам дал Бог, хвалимся как своим собственным. Итак, в первой части проповеди мы увидели, что возрождение из духовно-мертвого состояния в человеке производит Бог, и мертвый никак не может сам себя родить заново. Во второй части мы увидели, что здесь, в этом тексте, мы увидели только некоторые, далеко не все благословения христиан. Но в целом мы видим, что результаты возрождения в верующем человеке, такие как мудрость, праведность, святость, освобождение от рабства греха и смерти, производит в нас Бог посредством Иисуса Христа. Мы убедились из Писания, что человек сам по себе не способен генерировать все эти духовные блага, а получает их исключительно от Бога во Христе. Следовательно, во всех вопросах нашего спасения есть место только библейскому, богоцентричному богословию и мировоззрению. И пусть никто из нас не думает, что он чем-то лучше своего неверующего соседа, потому что лучше распорядился своей волей, чем тот. Никто не имеет права сказать Господу, что в спасение он добавил хоть что-нибудь, хоть один процент к тому, что дал ему Бог в Иисусе Христе. И вся нам 2 глава 8 стих говорит, что благодатью вы спасены через веру. И это не от вас, это Божий дар. В третьей части проповеди я предлагаю обратить внимание на то, что мы во Христе для славы Бога. Или мы спасены вообще для Господа, а не для самих себя. Не для того, чтобы нам было здесь хорошо в мире, чтобы мы были освобождены от всех злых привычек, там курения, алкоголя, сквернословия, наркотиков, и чтобы мы здесь комфортно строили себе карьеры и жили для себя. Нет, мы спасены для Господа, для Него. Теперь мы инструменты в Божьих руках, для роста Его Церкви, для славы имени Бога. 31 стих является логическим завершением исследуемого отрывка и отвечает на вопрос, для чего или для кого мы есть во Христе Иисусе. Ответ мы видим в ближайшем контексте. В 29 стихе написано, что, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, а в 31 стихе читаем, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Господом. Вся слава, вся хвала и честь принадлежат Богу. И любой, кто претендует на какую-либо независимую ценность и значимость в самом себе, на самом деле является вором и разбойником, который крадет у Бога. Вся слава и хвала принадлежат Богу. Исайя 42 глава, 8 стих говорит, что «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истукана». Исайя 48 глава, 11 стих говорит, что «Ради себя, ради себя самого делаю это, славы моей не дам иному», говорит Господь. «Вся слава и хвала и честь и поклонение принадлежат исключительно нашему Богу, Творцу, Вседержителю, Господу и Спасителю». И давайте скротостью и смирением признаем, что богоцентризм – это истинное библейское мировоззрение, а Бог является антологическим и смысловым центром всего существующего. Я напоминаю, что мы изучаем отрывок из первого послания Коринфянам, первой главы 30-31 стихи, и рассматриваем три факта о положении верующего во Христе, которые разъясняют богоцентричное мировоззрение. Мы узнали, что мы во Христе действуем Бога, мы во Христе имеем все от Бога, и мы во Христе для славы Бога. Цель этой проповеди – показать на основании Слова Божьего, что богоцентризм, то есть признание того, что Бог является антологическим и смысловым центром всего существующего, – это именно библейская позиция. Богоцентризм – это библейское мировоззрение. Богоцентричное богословие, то есть система мировоззрения, которая признает реальность богоцентризма в своей основе, что богоцентризм – это тот вектор, то направление, в котором мы мыслим, живем, это есть библейское мировоззрение. И богоцентричные церкви – это те церкви, богословия, философия, служения которых построены на богоцентризме – это истинные библейские церкви. Для богоцентричной жизни, для истинной жизни, для жизни с избытком, верующие должны оставаться в жизненном единстве с Иисусом Христом через веру. И главным и единственным приоритетом для нас всегда должен быть Господь, Божья воля и Божья слава. И пусть прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Солидео глория, вся слава только Богу. Аминь.